Ну что ж, все махаюшки, с вами Тамплиер, и это очередной обзор игрульны. Это игрушка Don't Touch The Spikes, это просто залипаловка такая вот очередная. Похожа на Flappy Bird и довольно-таки сильно лагает у меня, но я вам скажу, если у вас эта игра лагает, это наоборот вам в плюс. Так как тут просаживание FPS особо не влияет на игру, а только замедляет ее, и это как будто фризтайм в ниндзе. И просто вот с записи экрана даже я буду играть просто, чтобы мне было легче проходить, честно я вам скажу. Так, цель игры тапать на экран как во Flappy Bird и не умереть. Ну, тип, да. В общем, тут также есть и другие, как бы сказать-то, методы игры, режимы. Вот, режимы. То есть, возможность играть вдвоем. Ну, сейчас я просто тапаю двумя пальцами на экран и пытаюсь контролить обоих птиц, но это довольно-таки сложно, я вам скажу, и концентрация нужна довольно-таки нефиговая. Ну, в общем, вот так вот. Можете вполне соревноваться со своими друзьями. Есть также еще дуэли. То есть, это мы дуэлимся против птиц, я сейчас играю верхней желтой птичкой, ну, которая была верхней. Так, то есть, нужно победить в трех раундах эту птицу. Ну, вот, в принципе, стараюсь ее сейчас победить. Ох, не, ну, довольно-таки задалбываясь, так, как бы сказать так по-культурнее-то, а. О, наконец-то. На двенадцатом раунде это только первый бой. Это первый раунд, точнее, ни второй, ни третий. Довольно-таки неплохой ай. Ну, вот так вот бывает обидно, когда от стенки отталкиваешься и не рассчитываешь, что полетишь вверх. Так, съесть. И вот так вот, вот так вот. Эх, довольно-таки иногда сложно против компа в дуэли играть. О, есть. Очередная победа, и идем дальше. Хотя, довольно-таки забавно, что он в первом раунде продержался целых 12, а в третьем бое только 8. Вроде бы, наоборот, силы должны возрастать. Ох, а я думаю, он сейчас сдохнет. Обидно, что не сдох. Очень обидно, честно говоря. Ну, вот, десятые раунды он должен сейчас слиться и не сливается. Вот это обидно, что он не сливается сейчас. Эм. И в одну и ту же секунду. На 12-м раунде. Ну, просто обидка. Просто обидка. Эх, ну. Игрулина, я вам скажу, довольно-таки интересно. Я сейчас дойду и ту дуэли, и перейду к обзору следующих режимов. Довольно-таки сложная, кстати, дуэль есть. Наконец-то. За это все мы получаем конфетки, за которые можем что-нибудь купить. Есть еще один режим игры, это пещера. Так, у меня вроде бы 50 конфеток нету, к сожалению. Так, и оп. То есть, у нас тут на стенах появляются шипы, а мы как бы спускаемся в пещеру. Нам нужно смотреть на стенки, чтобы не попасть на шипы. И вроде бы пока что идет все довольно-таки хорошо. Да, также по пути можно собирать эмиральды. Которые появляются рандомно, насколько я понял. И тоже ползут вверх. Ну и... Вот так вот все это проходится. Так, теперь еще есть тут... Ох, МТС уже... Начинает рекламу. Ах... Да, реклама поднадоедает, извиняюсь, конечно. Так, ну, в общем, вот и вся игра. Можно также тут менять вид своей птицы. Также в самом... Тут некоторые птицы покупаются за конфетки, алмазы. И в нижнем углу есть просто... Как бы птицы, которые даются за скачивание приложений. Но мне вот понравился этот котик. Он такой няшный. И... Да, за ним еще няшные лапки такие. Ну... Просто загляденье. Ну, что я хочу сказать. Вполне можете скачать. Игра называется Don't Touch The Spikes. Как я уже сказал. И... Ну... Вот на такой... Не столь позитивной ноте будем завершать обзор. Наверное, все-таки я... Уже кто посмотрел обзор и решил уже скачать, то переходите. Ссылочка на скачивание будет. А я тут буду добивать еще до 50 конфет. И посмотрю все-таки, что за улучшение в фонаря в кейв-моде. Ну и лишние конфетки набью. Почему бы и нет. Ну, все. Пускай уже. Реплей. Кейв. И посмотрим все-таки, что за апгрейд нам дается. Explore The Cave. И... Походу, просто немного расширяет угол. Да. Ну... Не столь много, как бы хотелось. Но все же расширяет угол. Ну что ж. Вот такой вот интересненький обзор. И я сыграл вот три игры в пещере. То есть, есть тут челленджи. Ну, вот так вот. Ну что ж. Всем удачи. Вот такой вот обзор сегодня получился. Качайте игру. Приходите по ссылочкам в описании в мою группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал. Комментируйте видео. Ну, а на этом все. Всем удачи!